Ну а далее новости спорта в студии Дмитрий Вороновнин. Физкульт привет. Сначала вести из итальянского Анхольца, где завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Выступала там и наша землячка Ульяна Кайшева. В индивидуальной гонке, допустив шесть промахов на огневых рубежах, она заняла 47 место. Лучшая из россиянок Ольга Почуфарова была восьмой. Победу в гонке праздновала немка Лаура Дальмайер. В эстафете Кайшева не стартовала. Выступал в составе сборной России на этапе Кубка мира в Швеции и лыжник из Удмуртии Дмитрий Епаров. Он участвовал в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем. В итоговом протоколе он расположился на 52 строчке. Победителем мужской гонки стал канадец Алекс Харви. Лучший из россиян Петр Седов финишировал девятым. Далее новости из Глазова, где прошел Кубок поколения по хоккею. Это так называемый выставочный матч, в котором приняли участие лучшие игроки национальной молодежной хоккейной лиги. Обо всем, что связано с этим грандиозным для северной столицы событием, сейчас расскажет Татьяна Мальцева. Это молодежный аналог матча «Звезд континентальной хоккейной лиги». Здесь собрались самые перспективные молодые хоккеисты, играющие в НМХЛ. За ними пристально следят спортивные функционеры. И я вот разговаривал с тренерами и с игроками, знаете, какие они счастливые, как они готовятся. Здесь сегодня будет ой-ой-ой, знаете, как они будут сражаться по-настоящему, ребята. Ну а потом же много хороших, талантливых ребят у нас в стране, понимаете. Легендарный спортсмен и тренер Владимир Юрзинов – старший пример для подражания для каждого из участников Кубка Поколения. Путь этого наставника в спорте знают все. И большинство мечтают его повторить. Восток против Запада. В первой команде четыре игрока «Глазовского прогресса». Во второй – столько же хоккеистов из Ярославского клуба «Лока-Юниор». Для них, как и, впрочем, и для всех, этот матч – возможность показать себя и сделать шажок к основной команде. Тем более, что хоккейная история в Ярославле не так давно начала писаться с чистого листа. Молодых игроков первую команду подтягивают. У нас очень сильная ротация. У нас есть МХЛА, МХЛБ. В каждой команде хорошие игроки. И постоянно идет ротация. И этим, может, и хорошо. Хоккейный праздник удался на славу. В перерыве между борьбой за заветный кубок зрители увидели показательную игру к слэдж-хоккейной команды «Удмуртия». Равнодушным никто не остался. Весь ледовый аплодировал стоя. Шайбы в основном поединке влетали лишь в ворота западной дружины. «Восток» оказался не таким тонким, как в известной крылатой фразе. Шесть безответных голов и итог – безоговорочная победа. Положительные эмоции, только положительные. Рад, что парни выиграли. Мы все к этому стремились, сюда ехали не просто так. Всех с победой. Спасибо большое болельщикам, что нас поддержали в такой ответственный матч. Спасибо всем. «Незабываемость, эмоции от ребят. Заряд этот передается и нам, тренерскому штабу. Рады, что поработали не зря и добились, выиграли кубок». Лучшим игроком в команде «Востока» был признан глазовчанин Артем Мусалимов. О днем позже лучший игрок «Востока» Артем Мусалимов уже вышел на лед в составе «Иштали» в рамках чемпионата ВХЛ против питерского клуба «Ска-Нева». Его пятерка сумела отличиться в этом матче. В целом встреча завершилась победой с «Толиваров» 3-2. И в турнирной таблице они сейчас на 17-й строчке. От зоны плей-офф их отделяет всего одно очко. Завтра очередной домашний поединок против «Чеховской звезды». Ну а тем временем хоккеисты «Воткинского знамени» также на своем льду принимали казанский клуб «Динамо Казань-2». Первый поединок завершился со счетом 10-4 в пользу подопечных Вячеслава Никифорова. Второй с аналогичным счетом также в пользу «Воткинца» в следующие домашние игры 8-9 февраля против «Ска-Свердловск» из Екатеринбурга. Сейчас переместимся на волейбольную площадку «Ижевского технического университета», где прошел очередной тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги «Б». Наша съемочная группа побывала на одном из матчей клуба «Италмаз-ИжГТУ». «Ижевчанки» встречались на своей площадке с одним из лидеров чемпионата – пенсинским клубом «Университет-Визит». Гости в турнирной таблице расположились на второй строчке, хозяйки – на четвертой. И первый матч стал настоящим подарком для поклонников волейбола. Очень прекрасно, хорошую игру показали девочки. Всем понравилось, особенно мне. Великолепно. Мы верим в нашу команду. Чем хороша наша команда сегодня была? Она, во-первых, стремилась к победе, и третья партия хоть была тяжелой, но не выдержали и заслуженно победили. Прекрасная, хорошая игра, девчонки молодцы, выстрелили до конца, умницы. Концовку в каждой партии «Жевчанкам» приходилось буквально вырывать у соперниц. В итоге они оказались сильнее 3-0. Выиграли наши девчата и второй поединок со счетом 3-2. «Мы настраивались очень серьезно, тренер подбатривал. Действительно, команда очень сильная. Мы вот шли очко в очко, как бы. Волнение вообще переполняют болельщики, все это эмоции. И вот мы все это вышли на площадку, соответственно, 3-0. Сыграли-то очень неплохо на самом-то деле. Немножко в третьей партии, концентрацию чуть потеряли. И вот, это же девчонки, когда играем мяч за мяч получается, то есть тут тяжело. Кому-то больше, кому-то меньше. Наставник же Пензенского университета был растоян и эмоций после матча не скрывал. Настроение не идеальное, когда проигрываешь 0-3, тем более. Поэтому есть разочарование сегодня. Будем делать выводы. Сегодня еще целая ночь впереди. Поэтому завтра, надеюсь, будем играть лучше. Покажем хорошую игру. Следующий тур 4 и 5 февраля в Чебоксарах. Соперник – местный клуб «Спартак». И еще одна приятная весть. Тренерский штаб назвал состав сборной России по биатлону на всемирную зимнюю универсиаду. В списке есть фамилия и нашего земляка – ежевчанина Александра Поварницына. Студенческие игры стартуют 29 января в Казахстане. Биатлонная программа начинается 31-го и включает в себя 5 видов. Это индивидуальная гонка, спринт, гонка-преследование, масс-старт и смешанная эстафета. Выступят на играх также фигуристка Елизавета Туктамышева и лыжница Лилия Васильева. И в конце выпуска подведем итоги всероссийских соревнований общества «Динамо» по лыжным гонкам и служебному двоеборью. В турнире участвовали спортсмены из более чем 30 регионов страны. Сборная Удмуртской республиканской организации «Динамо» в своей подгруппе заняла первое место. И мы ее с этим успехом поздравляем. Это все новости спорта у меня на сегодня. С вами прощаюсь. До встречи в эфире.